Во дворах по проспекту Победы восстановительные работы завершены. Новые дороги, бордюры, все строго по ГОСТу. По просьбе местных жителей у подъезда в бортики сделали пониже. Объект можно принимать, осталось только убрать с газона и обочин строительный мусор. А в Инкермане на улице Умрихина ремонт приостановлен. Нет опасения, что работы совсем будут свернуты, работы ведутся, но ведутся с задержками. Ну, соответственно, компании будут, во-первых, предъявлены штрафные санкции за просрочку сроков по контракту. Ну, во-вторых, конечно, мы за качеством смотрим везде, как на тех, которые быстро делаются, так и на тех, что делаются несколько медленнее. Качи работы идут на нескольких участках одновременно. Часть объектов почти готовы, другие – лишь на начальной стадии. Не обошлось без трудностей. Местные жители разошлись во мнении по поводу парковки возле дома. Все спорные вопросы обязаны решать депутаты муниципальных образований. Проблема, допустим, мы хотим вот здесь вот стоянку, сделаем нам тут стоянку. Такого не будет, потому что мы будем в рамках своих полномочий расширять территорию парковую, то есть будем озеленять все, и пусть люди привыкают к тому, что там, где будет клумба, там машина стоять не будет. Восстановительные работы проходят в рамках проекта «Губернаторская инициатива». На его реализацию выделено более 200 миллионов рублей. Особенность проекта – жители сами определяют объемы работ. В соответствии с их пожеланиями в проект вносятся необходимые правки. Решением технического совета по просьбе жителей, по мнению жителей, что хотят жители, выясняются недочеты, которые мы решением технического совета регулируем. Автор «Кинодор», кто готовил проект и экспертизу проходил этот проект, соответственно, сразу же, на следующий день принимается решение в рабочем порядке и устраняется или дополняется то, что не было предусмотрено. В ближайшее время пройдет конкурс среди подрядчиков на право провести восстановительные работы еще на 29 объектах. Александр Тимофеев, Сергей Котляренко и Мария Буйлова, информационный канал Севастополя.